Сегодня на занятии слушатели будут выполнять задания, творческое задание, будут делать рекламу для своих ресторанов, ну или для тех, которые анализировали на прошлом. Ну а потом будем разбирать, потому что практика показывает, что хотя вроде бы слушаются активно, напоминают плохо, так вот будем в прямую показывать те ошибки, которые они делают в жизни, хотя их об этом предупреждают. А потом на них же и протестируем, потому что предыдущая практика показывает, несмотря на то, что как минимум рестораторы, они с точки зрения оценки рекламы, даже ресторанов, все-таки гораздо больше используют критерии как естественные потребители, чем, допустим, на других рынках, где у людей очень перекошенный взгляд на жизнь. В принципе, можно допустить такую ситуацию, что все будут заниматься рекламированием более-менее разумно. Да, то есть не делать глупости, не делать, так как непонятно, почему финансовые менеджеры об этом говорят, но там всякие глупости, потому что рекламироваться в межсезонье, да, так сказать, делать уже никто не будет. И тогда вся разница вашей эффективности будет определяться разницей в креативе. Прежде всего, те ошибки, которые вы делаете, это ошибки в формулировании задач. Да, вы даете дизайнеру задание, надо нарисовать картинку с очень аппетитным мясом, на дальнем плане бокал вина с красивым столом. Ну, традиционно такая задача ресторана, да, из всей этой фразы, хотя она банальная и абсолютно традиционная, более-менее верным является только пожелание, чтобы это была реклама нарисована. Потому что нарисованная реклама, она гораздо более эффективна, чем с использованием фотографий. Вот люди, то, что сделано руками, они верят этому больше, и это больше привлекает просто внимание. Ресторанный мясоед, да? Вот как только вы к блюду, к блюду, не к продуктам, а у вас вы все-таки прилагаете блюдо, да, на блюде там много всего. Вот как только вы к блюду начинаете добавлять еще хоть что-нибудь, то эффективность этого сообщения снижается. Вы нарисовали бокал вина. Большая значительная часть людей, которые ходят в ресторан, в той или иной степени находятся за рулем. Они понимают, что вот здесь только с вином, да, как пел Высотки, кто не ест, кто не пьет, да, так сказать, вот. Значит, и тут же получается о том, что для них это заведение становится уже, но имеет некоторые ограничения. Чаще всего самые эффективные рекламные материалы, это те, которые дизайнеры сделали первыми после получения приз. Но я хочу вас расстроить. Вы этих работ, как правило, не видите вообще. Потому что в любом агентстве существует фильтр, это клиент не примет, ему может не понравиться, он любит иначе, так и прочее, прочее, прочее. Вы можете разбиться на то количество групп, которое Вам удобно. И Вы должны будете сделать рекламную открытку, ну или флайер. Для заведения. Вы можете, для какого заведения? Вы можете делать для тех заведений, в которых Вы сейчас работаете, или для тех заведений, которые Вы, относительно которых Вы выполняли задания на прошлом занятии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно это является типичными ошибками. Когда Вы начинаете предписывать человеку, что он будет делать. Но если Вы там прыгаете с шашлыками, посмотрите в течение дня, как у Вас распределены, ну, какая часть чехов содержит алкоголь. Тем более домашнее именно это конкретное вино. Как только Вы что-то изобразили в рекламе, то то, что нарисовано, люди воспринимают как прямую инструкцию, от которой нельзя отклониться. Когда Вы говорите, Вы говорите о кухне, Вы говорите о месте, да? То есть Вы говорите об атмосфере, но никогда не указываете для кого. Потому что конкретный человек может, ну, не согласиться Вам, что... Вообще для Вас лучше всего такие клиенты, как... Оно в анекдоте, что человек заходит в ресторан, видит, что весь ресторан очень-очень печальный. Он говорит, что такое, что случилось? Умер наш постоянный клиент. То, что он приходил каждый вечер, заказывал бутылку водки. Вчера умер. А о чем? Никто не знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова